Всем привет! Раз уж мы оказались в Владикавказе, то я решил жене показать в Беслане город Ангелов. Это мемориал в честь погибших детей в 2004 году, когда был захват заложников. Я очень часто проезжал это кладбище по старой работе, но прям внутрь не заходил. А Веронику сейчас проведу. Да, такое место. Ну, надо посетить и понимать. Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной Осетии. Напомню, здесь в теракте погибло 186 детей. 1 сентября 2004 года боевики захватили. А вот памятник сотрудникам Альфы Вимпела. Ну, в принципе, все, кто там сейчас погибло 11 спортсменов, 3 из Альфов и 8 из Вимпела. Сентябрь Осетия, солнечный день. Дети в школу идут, у них сегодня важный день. Но вдруг по всем телеканалам передали сообщение. Захвачена школа, захвачены дети. Но никто не поверил, ведь такого не бывает. Этот мир сошел с ума, уже детей убивают. Но кем же смертно такой приказ мог быть дан? Это экстренный выпуск на связи город Беслан. Люди всего мира сплотились без остатка. Им не могут помочь. Они под дулом автомата. Третьи сутки они без еды и питья. Школа в полном отцеплении. Так же слышишь хвал огня. Мир замер в молитве. Всевышний верим и в тебя. Не позволь захватившим покалечить витя. И вот удача пришла. Начались переговоры. Но что-то вдруг пошло не так. И зарыдали горы. Смотришь на эти углы и понимаешь, что ты здесь не видишь, что все дело. Прям в углы стреляли. Прям взрыв, затем второй. Вот слышны автоматы. Гуще дымом, вдруг внезапно появились силуэты. И вот кто-то кричит. Наши дети бегут. Им стреляют прямо в спины. Кровь и слезы текут. Люди в панике спасали всех бегущих днев детей. И никто не смотрел. Кто тут свой, кто чужой. Кровь на детских телах ужасала всех вокруг. И вот кто-то воскрик. В школу штурмом берут. Слышны выстрелы внутри. В ход пошли гранатометы. Дети с криком бегут. По ним стреляют с пулеметов. Те, кто вырвался, бежали. Бежали без огляд и кричали. За что? За что? Ведь это наши дети. По всем телеканалам передают картинку. Бежит маленькая девочка. В крови почти раздета. Упал на дорогу. Лежит и громко плачет. И лишь слышен ее крик. О, мама, где ты? Ну, заходишь, такое ощущение, что разделяешь всю боль. И, наверное, ненависть к тем, да не то, что не, наверное, а точно так, ненависть к тем, кто это сделал, кто вообще может поднять руку на ребенка. Или пытаться добиться каких-то своих политических там моментов, удерживая в захвате заложников детей. Единственный террорист остался жив. Вот у него пожизненное заключение.